В каком состоянии встретили весну ставропольские озимые? Сегодня губернатор Владимир Владимиров проверил это во время рабочей поездки по нескольким районам края. Глава региона посетил и строительство комплекса по производству и переработке мяса индейки, а также обсудил с аграриями, как противостоять сомнительным земельным перекупщикам. Анастасия Зубрицкая обо всем по порядку. Засушливую ставропольскую осень компенсировала хорошая зима. На сегодняшний день здесь, в СПК колхозе имени Ворошилова, пшеница превзошла даже прошлогоднюю. А теперь надежда на такую же благоприятную весну и удобрения. В этом году, как и в прошлом, здесь озимые культуры засеяли на 12 тысячах гектаров. Зима прошла, посевы уже подкормили. Однако строить прогнозы на урожай, говорит председатель колхоза, пока рано. Виды действительно хорошие, подкормили, поработали. Будем надеяться теперь, что дальше будет хорошая погода. Это майские осадки, которые должны обычно выпадать. Мы хотим так, чтобы было. И я думаю, что если все сложится, то урожай будет неплохой. Хотя еще говорить о хорошем урожае рано. Осмотреть состояние посевов приехал и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Перед выходом в поле знакомство со срезанными образцами разных сортов. Я в прошлом году этот стенд видел. Все было посложнее, прямо скажем. Намного посложнее. Я точно такой же стенд видел. Все было намного... Конечно, сейчас и гущение, и вторичная система, все понятно. Практически все снивелировано. Разница в месячная разница, но вы ее не заметите уже. То есть теперь, как говорится, только за... Природа сделала все. Теперь дело за человека. Расслабляться, отметил губернатор, нельзя. Урожай должен быть не меньше рекордного предыдущего. Пока в этом колхозе от показателей не отстают. Не отстают и в целом по краю. Состояние 96% озимых культур специалисты оценивают на хорошо и удовлетворительно. Также в этом году, отметил министр сельского хозяйства, запас минеральных удобрений увеличили на треть. Это тоже является залогом хорошего урожая на 2016 год. Что беспокоит? Беспокоит сегодня, какие перспективы у нас по погоде будут. Я говорю сегодня о температурах, о выпадении осадков. Это и апрель, май, июнь. Поэтому сегодня говорить о каких-то прогнозах по урожаю мне не хотелось бы. Но то, что имеем на сегодняшний день, у нас это устраивает. Посетил в рамках рабочей поездки губернатор и комплекс по производству и переработке мяса индейки. Первые 54 тысячи птенцов сюда запустили в конце прошлого года. В конце марта планируют выпустить первую продукцию. Мы будем отсюда отвозить птицу, которая на убой. Это удаление максимально 50 километров Каменобродская. У нас там взрослая птица и Новотроицкая здесь. Птица приходит, мы ее обездвиживаем, ну как вся технология. Соответственно, охлаждаем в течение суток, потому что это тяжелая птица. И на следующий день происходит разделка до частей, которые просят розницы. В ГОЗДИС планируют производить 8200 тонн индюшатина. Реализовывать ее будут в Сиро-Кавказском и Южном федеральном округах. Итоги сельскохозяйственной поездки подвели на специальном совещании в Роздвяном. Направление на животноводство. Я буду с каждым из вас встречаться. Те, кто сегодня имеют, буду благодарить и просить, чтобы продолжили развивать животноводство. А те, кто не имеют, обижайтесь, не обижайтесь. По гектарную поддержку мы сегодня привязываем к корове, к овце, к быку, то есть к животноводству. А дальше мы сейчас выходим с инициативы о том, чтобы уже на федеральном уровне еще сильнее привязать. Вплоть до обнуления. Главная же проблема, которую озвучили на совещании, грядущее переоформление договоров аренды земель. Такой процедуре в этом году будут подвержены почти 300 тысяч гектаров. Задача не допустить воровства, рыдерских захватов и обмана жителей. Это проблема номер один на сегодняшний день. И она в ближайшие два года будет являться проблемой номер один. Прошу уважаемых глав не упираться вот в эти вот цифры. Это все то, что уже однозначно переоформятся договора. И однозначно станет предметом торга с какими-то силами. Анастасия Зубрицкая, Константин Шелябин, Ставропольское телевидение.